Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вам это интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, рассуждая о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами. Друзья, недавно под одним из моих видео у меня завязалась интересная дискуссия с одним из зрителей. Был жестко минусовый день, индекс РТС упал где-то на 7%, мой портфель там минусанул тоже жестко. Ну и пользователь мне написал, почему ты, собственно, не шортишь, почему ты не работаешь с короткими позициями. Мы с ним на эту тему пообщались, я высказал свое мнение, почему я этим не занимаюсь, и пришло мне в голову записать видос на эту тему, потому что, я так думаю, немало зрителей смотрит мой канал, которые совсем еще начинающие, и, возможно, вот этот вот такой начальный минимальный ликбез кому-то будет полезен. Давайте, друзья, разбираться, попытаюсь объяснить максимально доступно в меру своего собственного понимания. Итак, давайте начнем с терминологии. Счет происходит от английского слова и означает это короткий, ну, соответственно, применительно к бирже, это значит короткая позиция. Loan – это длинный, друзья, это значит длинная позиция. Я думаю, наверняка вы слышали такое выражение, что на бирже происходит некое противостояние между быками и медведями. Соответственно, те, кто работает с длинными позициями, с long позициями, их называют быки. Те, кто работает с короткими позициями или short, их называют медведи. Ну и, соответственно, вот эти две группы постоянно между собой сражаются, ну и условно толкают рынок либо вверх, либо вниз. Друзья, что такое длинные позиции и стратегия вот этого длинного инвестирования? Длинная позиция предполагает классическую куплю-продажу, то есть вы покупаете дешево, продаете дорого и, соответственно, вы зарабатываете на той разнице, которая сформирована вот этим временным отрезком. То есть вы купили акции по 100 рублей, через год продали их или продолжаете держать по 200 рублей, соответственно, ваш доход от рыночной стоимости акции составит 100 рублей. Это, друзья, самая, пожалуй, консервативная и безопасная стратегия, которая вместе с тем не застрахована от падения рынков. В том случае, когда рынок растет, человек, который работает с длинными позициями, он, соответственно, чувствует себя прекрасно, его портфель пухнет, процветает, но при этом, как только начинается обвал, соответственно, акции начинают падать и доходы такого инвестора тают. Что предполагает работа с позициями шорт или, как это еще называют, шортить рынок, шортить акции? В том случае, если у вас есть предчувствие, ощущение, либо вы подкреплены какими-то экспертными познаниями о том, что рынок, либо какой-то конкретный инструмент, фьючерс, актив, акция, ETF или что-то еще, в скором времени будет падать, причем падать сильно. На этом, друзья, тоже можно зарабатывать. То есть рынок дает возможность заработать не только на своем росте, но и на своем падении. Допустим, вы считаете, что нефть скоро резко обвалится на 10 долларов. Что вы делаете? Вы на текущих максимальных, как вы считаете, значениях продаете нефть, причем продаете с плечом, то есть с кредитным обеспечением, которое дает вам биржа. То есть вы как будто берете у нее в долг этот актив, например, фьючерс, и продаете его по текущей стоимости. Соответственно, у вас открывается долговая позиция в отношении вашего брокера, и тут вы начинаете ждать и надеяться, что, соответственно, в соответствии с вашими предсказаниями, предположениями, позиция начнет дешеветь. И чем больше, друзья, она дешевеет, тем больше увеличивается ваш доход. Что происходит потом? Допустим, вы купили нефтяной фьючерс, ну, условно, по цене, например, 30 долларов. Нефть дешевеет до 20 долларов, соответственно, у вас есть обязанность вернуть вашему брокеру один лот данного актива. Вы дожидаетесь падения стоимости до 20 долларов, покупаете, точнее, выкупаете этот лот за 20 долларов, платите небольшую комиссию за держание этой позиции вашему брокеру, и, соответственно, 30 минус 20 и минус размер комиссии, и в этом, друзья, получается ваш навар. Давайте покажем на более наглядном примере. Заходим в приложение моего брокера. И хорошо подойдет, в принципе, абсолютно любой график. Ну, давайте вот на акции «Газпрома». Вот я, смотрите, сделал выгрузку за год. Ну, вот график прям идеально позволяет показать, как можно было заработать в одном и во втором случае. Вот, смотрите, допустим, вот в этой точке, видите, по цене 165 рублей за акцию, мы покупаем акцию «Газпрома». Одну акцию стоит она, ну, 165 рублей, например. Вот здесь вот, друзья, ну, даже не здесь, а, допустим, вот тут, смотрите, на пике ее годового роста по 266 рублей мы, друзья, ее продаем. То есть у нас открылась чакра, и мы поняли, что «Газпром» сейчас начнет падать. И мы ее продаем, соответственно, 266, минус сколько там было, 160, ну, 100 рублей с хвостиком, наш чистый доход, который мы заработали примерно за полгода, наверное, до держания этой акции. Вот так было бы сделать грамотно и, соответственно, продать «Газпром» на пике своего роста. Что надо было сделать впоследствии? Ну, точнее, можно было бы сделать. Вот здесь мы наоборот, друзья, вот по этой стоимости открываем короткую позицию, то есть мы с учетом обеспечения брокера продаем, например, акцию «Газпрома» и дожидаемся, когда она упадет вот до такого значения, до 169. И по цене 169 мы выкупаем ее обратно, возвращаем ее брокеру, платим ему за вот эти несколько месяцев комиссию за использование кредита, ну, и оказываемся в наваре тоже там, наверное, рублей на 70, 80, 90. Не знаю точно, это надо считать. Вот такая, друзья, ситуация. Что можно вам сказать? Как вы видите, я шортами не занимаюсь вообще. С чем я это связываю? Я вообще довольно консервативного плана инвестор. Те, кто мои видосы смотрит, в принципе, я думаю, наверное, это поняли. Я сторонник позиции долгосрочного инвестирования. Купил и держишь. Вот не знаю, друзья, примеров, когда инвестор, скажем, диверсифицировал свой портфель, купив хорошие качественные активы, скажем, в диапазоне 10, 15, 20 лет, поимел какие-то убытки. Ну, приведите мне примеры, возможно, они существуют, но их, друзья, конечно, будет меньше, чем примеров положительных. Потому что рынки имеют свойство расти. Это закон экономики, закон развития человечества. Население увеличивается, производство увеличивается, спрос увеличивается. От этого никуда не деться. И поэтому все кризисы, которые происходят, они цикличны, но экономики имеют свойство из них выбираться. Когда экономика выберется из сегодняшнего кризиса, хрен его знает. Кто-то мне подсказывает из моих пользователей, что может это произойдет осенью, может быть летом. Да может быть не в этом году, друзья, не знаю. Но если рассуждать это все как очень длинную дистанцию, то я так думаю, через 10 лет в любом случае мои активы отрастут. При этом, друзья, я очень много слышал истории о том, что именно на шортах люди очень много сливают. Вот куча прям историй, что полез в шорт и все залил. То есть это уже связано именно с игрой на бирже, с предугадыванием. Это нервно, друзья, это опасно. И если у вас нет хороших знаний на этот счет, то мой вам совет, наверное, в это дело не лезть. Во всяком случае, я придерживаюсь такой осторожной стратегии. Но зарабатывать на этом можно, друзья. Но этому надо учиться, как и, в общем-то, всему, что связано с повышенным риском. Поэтому попробовать стоит, понять, умеете ли вы на этом зарабатывать стоит. Но увлекаться и ладоманить на эту тему, мне кажется, довольно рисково. Друзья, всем, кому видос понравился, всем, кому было интересно, кто узнал что-то новое и любопытное, поставьте мне лайк. Подпишитесь на мой канал, рассуждая о фондовом рынке простым доступным языком. И учусь вместе с вами. Всем хорошего дня, друзья. Пока-пока.